Девчонки мои дорогие, всем привет! Вы на канале Тайный Девчонок. И сегодня будет такое разговорное видео на тему, как сказать маме вообще о ваших месячных. Также расскажу, как я это сообщила своей маме. В общем-то, видео будет очень интересно, и мы с вами поболтаем. Ну и давайте начинать. Вообще, как я считаю, каждая мама должна объяснить своей дочке достаточно раннем возрасте, примерно лет 8-9-10, вообще что такое месячные. Потому что знаю, что есть некоторые девочки, у которых месяч начинается достаточно рано, да и даже не рано. И когда у них начинает что-то происходить, они просто не понимают, что это такое, начинают переживать, не знают, кому вообще это рассказать, с кем поделиться. И поэтому, если вы хотите поговорить на эту тему с мамой, а она сама никак не хочет, то попытайтесь ее как-то уговорить. Но если же с мамой поговорить вообще не получается, она отказывается, говорит, что вот это еще маленькая, какие-то месячные тебе, то постарайтесь поговорить с кем-то из вашей родни, с другими девушками. К примеру, можете поговорить со своей бабушкой, либо же поговорить с старшей сестрой, или же с тетей. В любом случае, кто-то из вашей семьи захочет поговорить с вами на такую женскую, достаточно откровенную тему, и поделится с вами своим опытом, даст какие-то советы, и, в общем, этот разговор вам будет точно только на пользу. Поэтому не бойтесь, подходите к своей, все-таки это ваша родня, и точно кто-то из них захочет вам помочь. Ну и совсем уже на крайний случай, если вы совсем боитесь с кем-то об этом поговорить, то, конечно, всегда есть наш спаситель, это интернет. То есть, сильно вам там начитываться всего я не советую, но все-таки некоторые какие-то советы на каналах, вот, например, таком же, как на моем канале, еще есть много каналов девочек, которые делятся своими советами и секретами какие-то на женские темы. Поэтому смотрите, и, возможно, что-то из этого вы сможете себе взять на заметку. Итак, давайте представим ситуацию, что вы уже знаете все о месячных, не нуждаетесь там ни в какой еще дополнительной информации, и вот они у вас уже начались. Настал тот день, когда гости из Краснодара, так сказать, приехали, и вы идете и не знаете, как сказать об этом маме. Вообще, если у вас отношения с мамой достаточно хорошие, то есть вы как подружки можете поделиться друг с другом секретами, то я не думаю, что это составит какого-то огромного труда, потому что вы просто подходите к своей маме и как-то, возможно, в какой-то шуточной форме, либо же сразу напрямую говорите, «Мам, вот у меня начались месячные». То есть, и я думаю, что если вы с мамой достаточно в хороших отношениях, то она вас обязательно поймет. Я думаю, что она будет даже рада за вас, поздравит, и пойдете там вместе с ней, купите прокладки, или она поделится прокладками своими с тобой, именно с вами. Поэтому думаю, что это не так-то и трудно, просто подходите и говорите. Ни в коем случае не стесняйтесь. Ну, а если вы, кстати, застеснялись и боитесь это прям напрямую, так сказать, то можете ей написать, к примеру, там ВКонтакте или, там, не знаю, в Вайбере, где там еще можно писать вообще. Просто пишите ей сообщение, и так будет намного даже проще, то есть это какой-то выход из ситуации, когда вы стесняетесь об этом говорить. И вторая ситуация, когда у вас отношения с мамой достаточно плохие, то есть когда она вообще не любит с вами говорить на эту тему, когда вообще не поддерживает такие разговоры. Здесь, конечно, все, как бы это печально не звучало, но достаточно непросто. Но есть все-таки выход из ситуации, и, конечно же, он такой же, как и в первой ситуации, то есть вы просто пишете ей смс-ку о том, что они у вас начались, да, просто пишите ей там, ну, как я уже сказала, в любой социальной сети, она это читает, и, в принципе, вам уже отвечает в письменном виде. То есть вам не придется стоять там перед ней, как-то что-то ей говорить, а просто напишите ей в смс-ке, и так будет намного проще. Если же вы все-таки такие смелые, и не боитесь все-таки поговорить, то можете сказать ей на это напрямую, то есть так и говорите, мама, у меня начались месячные. Если она будет на вас ругаться, то просто можете это потерпеть, и, в принципе, да и все. Но если же вы как-то так напрямую прям не можете, то можете какими-то такими уловками. К примеру, мама, можешь дать мне прокладку? Мама сразу же, конечно, поймет, что у вас начались месячные, либо же переспросится, спросит, у тебя начались месячные. Ты просто отвечаешь да, она дает тебе прокладку, и все хорошо, вы расходитесь, мама в курсе, что у тебя уже начались эти дни, и ты, в принципе, спокойно, что сообщила об этом своей маме. Третья ситуация, как мне кажется, самая не очень удачная. Просто вы ничего не говорите об этом маме, вообще никому. Просто идете на свои деньги, там, на карманы, к примеру, покупаете себе прокладки, или же берете, к примеру, их у мамы, и просто используете, и ничего маму никак не информируете об этом. Такая ситуация тоже может быть. Вы, в принципе, можете сами справиться с этой проблемой. Также в интернете какие-то узнать советы, посмотреть у девочек на канале, или вообще где-то еще. То есть просто не говорите об этом маме. И, в принципе, эта ситуация, она есть, но я бы так вам все-таки делать не советовала. В общем-то, все свои варианты, которые я вам хотела рассказать, я уже рассказала. И тебе предлагаю приходить к своей коротенькой истории, которая получилась со мной, и как вообще я именно рассказала об этом своей маме. Вообще месячные у меня начались 14 лет, как я уже и говорила. Кстати, можете посмотреть мою историю первых месячных, ссылка будет в описании. И я уже была совсем знакома, то есть я уже все знала, что это такое. И как бы 14 лет я очень сдала свои месячные, знала все там, что делать, если они начнутся. Хотя, кстати, я была очень проинформирована в этой ситуации, мы с мамой разговаривали. Но когда у меня начались, я очень волновалась, если честно. Я не знала, как наклеить правильно прокладку. Я все забыла, думала, что я все там протеку ночью. Ну, это уже такая, это уже совсем другая история. Ну, и вообще, как я рассказала своей маме. Они у меня начались примерно где-то вечером, часов в 10. Я вышла из душа, и мама там моя уже готовилась ко сну. Она там делала что-то на кухне. Я к ней подхожу и говорю, мама, у меня начались месячные. Она такая, прям сейчас? Я говорю, ну да, прям сейчас. И вообще она меня поздравила, сказала, ну, хорошо, поздравляю тебя, там можешь взять у меня прокладки, там есть, у тебя нету. И, в общем-то, просто я ей сказала об этом. Она, ну, как-то была даже за меня рада, то есть улыбнулась мне. И все было достаточно нормально. Как-то мы про это даже быстро забыли. И потом, получается, на следующий день она мне, когда была на работе, она мне звонила, спрашивала, как там у меня дела, то есть как-то мне болит живот, или что такое, там как-то, не знаю, голова. В общем, она меня спрашивала, все было достаточно хорошо. Мы с ней поговорили еще раз на эту тему, то есть я спросила, как у нее вообще эти дни начались, месячные в смысле. И, в принципе, все было достаточно нормально, без каких-то либо конфликтов. Итак, девчоночки, на этом наше разговорное видео подошло к концу. Надеюсь, что оно вам понравилось и что оно было для вас полезным. Также, если у вас какие-то остались вопросы, то можете писать их в комментариях, я постараюсь на них ответить сразу, либо же сниму какое-то отдельное видео, если будет вопрос достаточно большой и обширный. Не бойтесь, говорите об этом с мамой, у вас все будет хорошо обязательно. И я вам желаю хорошего настроения на весь день. И всем до новых встреч. Пока.